Песня 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова превращаясь просто в животных, в животных существ. Многих удивлений, удивлений мудрецов. В САД в это время, когда они пришли к нему, они пришли в очень интересный момент, когда он совершал помадение. И они успевают только его спросить, когда он перед тем, как он погружался в воду, «Пусть эпоху нам лучше родиться», он ответил, «Пусть эпоху Калин». Погрузился под воду. Они стали обсуждать между собой, «Как так в эпоху, когда у нас столько лишено духовности?» «Как?» Даже мудрецов очень тяжело найти в этом эпоху. И они подумали, может быть, что-то они услышали, если мудрец услышался, он не правильно понял их вопрос, они спросили снова, и САД в основном ответил в эпоху Калин. Так несколько раз они переспрашивали мудреца, пока наконец он не вышел из воды и спросили его, почему. САД объяснил, что он произнес в словах, которые запечатлены читами «Черетанги», что по эпоху Калин, Господь Читания и Господь Мейтенанда взойдут на небосклоне Гаудадеши, как восходит солнце и луна, и своим сиянием рассеет мрак невежества эпохи. Гаудадеш по маленькой берегушке находится в западной Бенгале под названием Эко-Чакра. Его родители звали Ходайи, а мать звали его отца, а мать звали подмаваки. Вреднамо-нагазская хуже объясняет, говорит, что 5000 лет назад они были дебаты и босудеры. И вот они стали родителями, матерью и отцом Господа Мейтенанда. И как только он появился, тут же во всей этой местности полностью исчезли, ушли все бедствия, голод, какие бы то ни было проблемы. И вот кто такой Господь Мейтенанда? Наратамадаска в своей удивительной песне, которая называется «Монах Шикша». Это означает «Наставление, которое я даю своему уму». Он поет «Не дай пада камала, коти чаннера, сушитала, лечка яя, джагата, джирай». Лотосные стопы Господа Мейтенанда подобны сиянию миллионов и миллионов лун. И этот мир, который джагата джирай катится в ад, только эти лотосные стопы Господа Мейтенанда могут дать человеку настоящее прибежище. Джага! Такое продолжение. Джага! 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 Дорогие преданцы, мне была честь сегодня этот очень-очень интересный праздник поздравить тех преминых, которые приняли активное участие в такой форме служения, в которой всегда выделяется особо. Мы знаем, что существует очень много разных видов служения у нас. Есть одно, с которого все это начиналось, которое сейчас продолжается и которое будет продолжаться всегда. Шелак-Белупада говорил, что это служение будет на протяжении 10 тысяч лет калитянцев без остановки. Вы уже догадались, о чем я говорил? Что это за служение? Санкир, Санаягар, Хинир, Распространение книг и умыжеств приняло Шелак-Белупада. И сегодня мы хотим поздравить тех преминых, которые приняли активное участие в закончившемся в декабре марафоне распространение книг и участвовать, постравить их и вручить им подарки. Поэтому, пожалуйста, возьмите караталы, бренданги, если вы их видите вокруг себя. Все, что издает звук. Потому что это трансцендентное служение, мы наполним сейчас трансцендентное служение на этом помещении. Трансцендентный звук. Вначале я хочу попросить 13-го Крышко сказать несколько слов, поскольку это у нас тоже очень старый преданный санкертанчик. Это слость. Я просто хотел сказать, почему мы решили именно на этот праздник поздравлять преданных санкерпанами. Потому что у нас был марафон Нитянанды, посвященный явлению Господа Нитянанды. И почему мы посвятили это именно этому празднику. Мы все помним самую главную ливу Господа Нитянанды. Самую ливу, которая показывает, насколько Господь Чайтань, Господь Нитянанда милостива. Это лива спасения Джига и Маткара. И так как Господь Чайтань сказал Господу Нитянанде, приказал ему, говорит, иди, проповедуй, кого бы ты ни встретил, говори каждому о Кришне. В каждом городе и деревне ты должен распространить сознание Кришны. Чем и занимался Нитянанда. И только он начал свою миссию, начал выполнение наставлений Господа Чайтань, первое, что ему встретилось, это встретились ему два брата, Джига и Маткара. И это то, с чем приходится сталкиваться тем преданным, который распространен сейчас книге. Но Господь Нитянанда встретил Джига и Маткара один раз. А нашим санкт-петранщикам приходится встречаться с ними каждый день, ежеминутно. Поэтому мы хотим их поздравить. Мы понимаем, как это нелегко. Понимаем, какие жертвы они идут, сколько они усилий предлагают. И мы хотим показать, как мы их всех ценим. Харик Ильич. И сейчас мы будем вручать подарки самым активным преданным, которые занимали участие в Маткаре. Я попрошу этих преданных, которых я буду называть, подходить сюда. Хорошо? И всех остальных очень громко приветствовать их. И вначале я хочу поздравить одну Матаджу, которую мы все очень давно знаем, которую мы все очень сильно любим. И которая своим примером опровергает утверждение, что нет времени у нас на то, чтобы читать книги, повторять джапу, участвовать в служении, распространять книги и так далее. Эта Матаджа, она сейчас тоже занята служением. Она живет в Царичанке. Она приезжает сюда. Она находит время на то, чтобы приехать сюда, чтобы проповедовать в своем месте проживания. Чтобы участвовать здесь в служении, участвовать в Морфоннейшем Прабхопаде, распространять книги. И на каждый праздник участвовать в служении в алтаре. Это Матаджи Лолита Хвидая. Я просто приняла одну большую книгу, 11 маленьких, на 3,7 очков. АПЛОВЫ! АПЛОВЫ! Вы что, она покажет? АПЛОВЫ! 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 И, праздник, огромное, выражение в Морфонишь Игорь Павлов. АПЛОВЫ! 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 Преданный, который занял 15-е место в этом марафоне, он распространял три маха больших книги, три средних на 5,55 отков. Это преданный, который сейчас тоже занят служением. Мы видим, что все те, кто распространяет так сильно книги, у них также еще есть разные другие виды нагрузок преданного служения. Он является поваром и он также преподает у нас астрологию. Это Прагул Барда Марклана. Большое спасибо вам. Следующий преданный, который распространил 4 маха больших книги и набрал 6 очков. Мы тоже все его очень хорошо знаем и очень сильно любят. Который здесь читает лекции, который тоже пуджарит божества, который преподает в нашей духовной академии. Который всегда вызывает в себе очень большое расположение со стороны академии. Это Прагул Шахки Сварупа. Преданная, которая, наверное, с момента возникновения движения сознания Кришны в этом городе, распространяла книги. Распространяет эти книги и своим примером показывает, как нужно выполнять свои семейные обязанности, воспитывать детей, воспитывать внуков, приходить в храм, чуть ли не на каждой утренней лекции, участвовать в общественной жизни храма и распространять книги. Она распространила 2 маха большие книги, 3 средних на 6 очков. Это Лиламри Тадаси. Я знаю Лиламри Тадаси очень давно, и она как мать для всех нас. Всегда придет, всегда спросит, как ваши дела, всегда узнает, всегда поможет советам, скажет что-то очень доброе. Большое вам спасибо. Следующая премьерная, которая тоже является борцом самоотверженного служения. Она тоже служит в божествам в алтаре, она тоже выполняет это служение очень давно, и при всем при том, находит возможность также распространения книги. Она распространила 1 маха большую книгу, 15 средних и 5 журналов на 6 и 55 сотых очков. Это матеря Вишавана. Матеря Вишавана пошла все образовательные курсы, и была их отлично. Показываю теперь, как это все знание применяется в жизни. Следующий премьерный, который тоже очень сильно любим нами, что всегда мы знаем, что где бы он ни появляется, все остальные начинают радоваться. Который тоже знает служение божествам. Это премьерный, который распространил 3 маха больших книги, 35 маленьких и 10 журналов на 10, и 75 сотых очков Баванамда Рай Паргун. Еще я знаю, что Баванамда Рай Паргун может наизусть. Вот так вот, только если мы скинем пальцем, когда мы читаем тамры, то или Багалки, то или Шинандагов, то он безобидно скажет, что на этой странице написано, как зовут главного героя, какая история с этим связана. У него очень глубокое и феноменальное знание ШАС. Мы с нетерпением ждем, когда он будет вас обучать в ШИСАС. Я еще хочу добавить, где Баванамда Рай распространял книги. Баванамда Рай распространял книги в Кулеон-Рагу, в Нигополе, в Запорожье, в Непродержинске. И даже мы с ним были еще в таком городе, в Непрорудном. Кто знает, какой город? В Нигополе, однажды в Непрорудном у него ушло 45 Шимандбагов. Арино! Книги, что вы знаете, Зачнавское качество, скромность, мнение, правильно? А 45 Шимандбагов. Еще один преданный, который распространял 7 махабарши книг и 3 книги «Любимые блюда». Это Барабаев Андрей. Ну, а следующим преданным можно говорить очень много и написать очень много книг о его вкладе, которые он нес в развитие нашей общины. Когда я в 93-м году приехал сюда, то под его руководством я здесь обучался преданному служению. Он меня как экскурсовод водил, показывал, где что находится. И мы с ним ездили вместе в Павлоград. Он показывал новый кран, который был науездный. Потом этот кран, который вложил столько сил в обустройство этих помещений, которые сейчас здесь очень приятно находиться. И который продолжает свое служение в том же направлении, не останавливаясь и идя все дальше и дальше, но с огромным энтузиазмом, с огромной целеустремленностью. И когда он читает лекции, то все просто таят, на самом деле. Потому что он задевает за самое-самое сокровенное в каждом сердце. В последнее время, правда, он свое служение переместил далеко от Лимфа-Пепровсика. Но тем не менее, то, что он участвовал в марафоне в Северной Упаде и распространил в 8 Махападшиевских книг на 12 очков, говорит о том, что где бы он ни был, сердце он находится здесь. Это Бамши-Бару. Спасибо! Бамши когда-то был водителем Сан-Кирпеном. Потом он был водителем Сан-Кирпеном. Потом он одновременно с водителем Сан-Кирпеном, он еще был поваром Сан-Кирпеном. И это Мерседес белый, он Бамши был водителем, там была кухня, он там же готовил для преданных. И в этой группе ездил в Мандарай, тоже в Мандаракаре. И Бамши о них всех заботился. И несмотря на это все, что он готовил, водил, он еще успевал всегда распространять книги. Дариба! Следующий преданный, который, можно сказать, всю свою сознательную жизнь в сознании Кришны, с самого начала посвящал Сан-Кирпене, посвящал распространению книг. С самого того момента, как он пришел в этот храм, как он вошел в вашем Мандаракаре, он начал распространять книги, проповедовать, ездить по региону. И теперь он тоже находится в паломничестве в Индии. И также он преподает бахтишатри в нашей духовной академии. Это Рама Рупа Прабу. Аминь! Останет 12 знака больших книг на 18 очков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий преданный, который одновременно выполняет очень много видов служения по храму. Мы видим, какие красивые здесь стены, обои, как все очень четко везде оформлено. Который также выполняет свои обязанности в семье по отношению к своей маме. Очень внимательно и очень с большой благодарностью я относится к ней. И который также распространяет книги. И вы видите, что когда на воскресной программе мы приветствуем новых людей, мы им дарим подарки. Так вот это его служение. Он делает эти подарки доступными для того, чтобы мы не обучали их преданным. И тем, кто пришел первый раз. Это пружу, которую я распространил. Четыре маховы большие книги, 33 средних, 38 маленьких, но 33,75 очков. Казанков Дмитрий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦМЕНТЫ Матаджи из Кривого Рога, Мандалейшина и Деябаси. И Прабу тоже из Кривого Рога, который распространил уже 13 магов больших книг, 33 больших, 3 средних книги, 84 маленьких, но 84,15 очка. Это Прабу Виктор. Ну а теперь самое-самое интересное. Тяжелый вес. На четвертом месте преданные, которые распространил 26 магов больших книг, 70 больших, 5 средних и 23 маленьких книг. Это преданный, который выполняет это служение, вашему Брамачаре. И также читает лекции по Шинадбагу, там активно проповедует. И только сегодня я присутствовал на его лекции и слышал, как все благодарили. Это Расика Раш Прабу. Абонир! 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 Мы дали ему комплект. Очень спасибо за ответ! На третьем месте преданные, которые распространил 27 Маха больших книг, 27 больших, 6 средних и 81 маленьких, но 126,75 очков. Это Александр Леонин. В втором месте преданный, который распространил 192 большие книги на 192 очка. Это тоже очень-очень старый преданный нашей общины, который посвятил тоже свою жизнь распространению книг. Дай вопрос поправку. Спасибо! Алибо! Алибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И... Внимание! Кто же занял первое место? Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Почем? АПЛОДИСМЕНТЫ 61 маха большая книга, 113 маха больших и 66 маленьких. И если 13, то за 40 очков. Давайте мы все расслабляем. Нашего доброго Сабу, Сабу, Сабана-Макия! Ариго, ариго, ариго! Ариго, ариго, ариго! Ариго, 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 ариго! Ариго, ариго, ариго! Ариго, ариго, ариго! Ариго, 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 ариго! Ариго, ариго, ариго! Ариго, ариго, ариго! Ариго, ариго! Ариго, ариго! Ариго, ариго! Спасибо. 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 очень связано. Шелкупада говорил, что любая проприя даже заканчивается тем, что я рассказал на эти книги. Ну, это помогает, прежде всего, когда мы выходим на улицу, это помогает нам активно готовить участие. Это помогает нам сконцентрироваться больше на том, чем мы занимаемся, для чего мы делаем. Поэтому я же хотел бы, чтобы каждый испытал этот опыт, чтобы не осталось где-то там, как-то там, в далеке, знаете, кто-то где-то воспринимает книги, мы когда-нибудь тоже будем, мы будем. Этого можно испытать каждый, приданный. Потому что, на самом деле, ливы и госты, они проходят вечно, не те ливы. Не знаю, что знают, что они были пять тысяч лет назад, или там, пятьсот лет назад, когда было госпочетание, не знали. А сейчас они окончились, и все, мы сейчас живем, как бы, без ничего. Ливы и госты, продолжаются вечно. Поэтому, даже сейчас здесь мы сидим, а там на улице продолжается петелевой бусы. Потому что где-нибудь, в другом месте, где сейчас день, гоняются, или там проводятся какие-нибудь гоняются. Просто выходя на улицу, мы видим, как эти ливы не оживают. Мы в этих ливах можем участвовать. Поэтому, я желаю, чтобы каждый хоть раз как-то, независимо, не важно, не имеет значение качества, вернее, не качество, а количество книг, там, столкники, там, одна книга маленькая, или большая. Просто, каждый это нужно сделать. Так, как и любым образом. Ханипусно. Благодаря, которым, жители нашего города, поэтому, если вы услышите, Если вы услышите, находясь дома у себя, за окнами, игру музыкальных инструментов и пения Харикришна, то знайте, это они, которые идут и проводят Харинама Санкиртану. Вот это два трансцендентных брата, брата Сарха и Лау Кришна. И вот-вот они должны вернуться с Харинамой. И в таком настроении Харинама Санкиртана, что означает Харинама Санкиртана? Значит, мы идем и мы даруем людям шанс, которая участвует в каждом марафоне, которая организует распространение в местах, где она оказывается. Это, вероятно, очень большая преданность к своему духовному учению, к шире правопатии. Харинама Санкиртана. Да, вот недавно был марафон Чилы Прокупады, живут все преданные, распространяющие пункты, значит, это самое процентитное время. И это подтверждается отомнительной радостью, которую чувствуют преданные, которые распространяют пункты в это время. Правильно? Да. И, вот сколько я видела, везде марафон Чилы Прокупады проходил очень активно, очень активно. А я в этом году, я была в Ростове. В Ростове была организована группа для обучения Санкиртан. И туда съехались матерцы с разных регионов. Были Белоруссии, Золотого кольца, были Катарстана, Сибири. В общем, было, конечно, просто здорово, просто здорово. Это, наверное, самый такой идеальный, просто идеальный марафон, который только может быть. У нас здорово там жгели, у нас красава была, погода была чудесная. Книги нам подвозили, мы ученики, книги хорошо брали, милиция. Вообще нас никого не трогало, не было ни христиан, там, ну, никого чего такого не было. И распространялась очень много книг тогда. И были взаимоотношения такие вот. А я еще когда ехала туда, один старший преданный, я говорю, а я как раз ехала сцелью, такой вот создать эту школу. Она говорит, ну, судьбы, личности, фантазии какие-то, поедет, просчитает семинар, и хватит, погружается, там, пораспространяет, да и хорошие результаты все. А я думала, ну, нет, я помню, что вот как раньше тоже собирались на марафон, и тоже так шептили, шептили, вот, а потом предавались. А потом, в следующий раз, пойдем на марафон, и как-то-то, что-то уже так, какой-то перегибло. Вот, я думаю, нет, надо как-то сделать все по-другому. У нас была вот эта школа. И мы, в общем, у нас были разные семинары, там мы говорили о могучести книг, с чего-то покупали. Мы решали, вот, как лучше подходить людям, вот, если человек не хочет брать книгу как-нибудь, если у него ум там как-то вот противится, что можно сказать, вот эти всякие отговорки, что нет времени, нет денег, как страх победить, и как встречаться с представителями других конфессий, ну, как-то, как раз, как даже одеться, вот, как во время, когда вот холодно, есть определенные такие вот неопреданные севера, они научили, как нужно одеться, так, чтобы тепло, ну, учебу, все время тепло. Даже такие вещи мы это рассматривали, да. Театры. Театр в промочаре существует совсем недавно, всего лишь два дня. О! Поэтому тот курс профессиональных навыков, которые они дают в течение этого срока, не позволяет им выступать на более высоком уровне, чем эти ступеньки. Поэтому новые преданные как бы должны отнестись с пониманием, и все те проколы в сценариях, в постановке воскресить, как, как бы сказать, проблемы роста. То есть сейчас они вам покажут историю о том, как один падшим рамом во главе шарики разбойников решил ограбить Господу Нитянаму. В общем, все истории о Господу Нитянаме, они всегда заканчиваются одинаково. Эти разбойники, как всегда, стали бредными, по-другому это и быть не может. Но все равно, чтобы вы оценили все мило, всю прелесть игры, ну, прелесть этих взаимоотношений, мы сейчас предоставляем вам эту возможность, видите эту историю. Итак, технические службы готовы? Попрошу, попрошу святителя залить сцену светом, пожалуйста. Данта Кришна, святитель не слышит. Попрошу святителя залить эту сцену светом, то есть включить света побольше. Ну ладно, хорошо, пусть будет такой свет. Итак, вы готовы? Встречаем наших артистов! Я родился в уважаемой семье. С самого рождения я был окружен заботой и любовью. Мои родители возлагали большие недели. Они хотели, чтобы я стал образованным, уважаемым человеком. Они учили меня религиозности и хорошему поведению. Нанимали лучших учителей и ограждали от всех бед и беспокойств. Они хотели, чтобы я изучал Священное Писание и познавал абсолютную искрину. Но сами при этом оставались очень бедными людьми. Когда я вырос, я увидел, что множество людей не поклоняется Богу. Это мысль не давала, непокойно. Я никак не мог понять, почему я должен жить в нищете, тогда как другие просто купаются в роскоши. Итак, я решил, хватит влачить бедное существование! Хватит! Сразу нашлись добрые друзья. С тобой мы играли всех, кто попадался нам на пути. И отбирали все, что нам понравилось. Все! Чем дальше, тем более жестокие меры мы стали прийти. А порой просто их убивали! Что же нам оставалось делать? До сих пор никто не рассказал нам, как можно быть счастливыми другим путем! Жил в Новодвепе один молодой, красный, прахман, величайший из мошенников и сбойников. Это был грубый, жестокий и злобный человек, безжалостный убийца. И вот однажды, идя по городу, вместе со своими приятелями, он вдруг увидел, господа, нитяна. Одет его в пышный, шелковый наряд и украшен его драгоценностями. В один из дней, господу нитянанде, захотелось нарядиться на изысканные украшения и дорогие одежды. И не успел он подумать об этом желании, как люди стали приносить ему эти украшения. И Господь намерял эти украшения, и люди подносили ему эти подношения с глубочайшим смирением. На все свои десять пальцев он надел золотые кольца. Его грудь умощали золотые ожерелья. Украшенный изысканными каменьями, бутынами, изумрудами и драгоценностями, на лодыжках одевали сладко-серебряные колокольчики. Его грудь была украшена изумрудными гирляндами, которые также украшали гирлянды из шелых цветов. И повсюду стоял густой сладкий аромат. Увидев Господа в таком одеянии, Прахман решил совладеть цифровищем с одной и только лыской. Совладеть сокровищем. Братья, сегодня Мартурга очень милостива к нам. На этом оботкопе столько золота и драгоценностей, что нам хватит до конца жизни. Не живет он на краю теремии. Сегодня мы пойдем к водуке дома и заберем все эти драгоценности и обеспечим свою жизнь. А вот кто-то ест? Все остальные поют, веселятся, пускай наедаются. Когда я буду спать, настанет чаша. Час нашего веси. Я стану обладаемым сокровищем. И я куплю себе. А я куплю себе. Тихо! Сидите здесь и никому не спать. Сегодня мы ограбим их. И я куплю себе. И я куплю себе. И я куплю себе. Вы что? Заснули? Кто заснул? Кто заснул? Ты что, заснул? А почему ты меня не разбудил? Ну ты не просил? И Фредди тоже спал? Кто спал? Не спал. Вот спал. Не надо ссориться. Проспали так проспали. Но в следующую ночь мы их точно отправим. Да, да. Пора сматываться. Уходим. Секрет. 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 Да. Так. Уходим. Топ. Кхак. Ребята, раби. Ребята, раби. Эли, Эли, Эли! Вот он не останавливается. 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 Он не останавливается. Вот он не останавливается. Вот он не останавливается. Он не останавливается.